Самый северный зоопарк мира встретил День Белого Медведя. Во рту дойду его празднуют уже пять лет, однако в этом году немного отошли от традиции. Официальный День Белого Медведя 27 февраля. Якутских белых мишек Коломану и Ломоносова поздравили уже накануне. Чем угощали питомцев, знает Ольга Лысак. В честь праздника для посетителей организованы конкурсы, развлекательная программа и выставка, на которой представлены поделки и гостиницы от поклонников белых мишек со всего мира. Любят косолапых в Японии, Германии и Финляндии, откуда частенько приходят посылки. Но гораздо важнее для самих медведей в этот день лакомства, которые они получат от работников зоопарка. В съемочной группе НВК Сахай разрешили побывать в святая святых во внутренней части вольера, где не бывала еще ни одна съемочная бригада. Сегодня в честь Дня Белых Медведей будет предложен вот такой вот интересненький торт, в котором содержатся у нас сухофрукты, рыба, сладости. Сладости, кстати, предоставляются им только сегодня в честь праздника, то есть это помимо основного рациона. Виновники торжества – колымана и лома, так ласково называют смотрители Ломоносова, неспешно выходят по лакомице тортом. Для некоторых эта смесь покажется весьма неаппетитной, но только не для мишек. Как утверждают работники, это лакомство займет их на целый день. С момента рождения Харчаны, Ломоносов и Колымана так еще и не встречались. Обещают, что это произойдет совсем скоро, в марте. И, возможно, после этой встречи у них снова появится потомство. Тем временем обитатели зоопарка уже привыкли к якутским зимам. К примеру, у северного оленя и белого медведя шерсть полая, а в ней воздух, что помогает им сохранять тепло. У других подошвы лап покрыты перьями или шерстью. Естественно, в такие морозы никуда без калорийной пищи. А вот глухари закапывают со снег и образуют там что-то вроде домика. Поэтому вы их не увидите. Аналогов содержания животных в таких климатических условиях не существует нигде в мире. Очень холодные зимы, продолжительные. Очень жаркое лето, короткое гнус. Конечно, это большие моменты, при которых необходимо учитывать и строительство, да и содержание животных. В планах у самого северного зоопарка увеличить коллекцию животных и отстроить дополнительные вольеры для бурого медведя, кошачьих и волков. А также организовать парк копытных. Все это войдет в мероприятия, посвященных 100-летию ЕССР. А значит, к 2022 году должны уже появиться. Ольга Лысак, Павел Пахомов. Хангаласский район. Зоопарк Артодайду.